Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Тема сегодняшней программы – здоровые стопы, здоровый позвоночник. Или все о плоскостопии. Сегодня у нас в студии Сергей Александрович Овчинников. Это заведующий отделением неотложной травматологии и ортопедии городской клинической больницы номер один святого апостола Андрея Первозванного. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Очень рад вас видеть в нашей студии. Ну, тема такая очень интересная. Вообще, плоскостопие – это, конечно, довольно так распространенная патология, опорно-двигательная система, которая, в принципе, протекает бессимптомно, но может все-таки привести к определенным осложнениям, к определенным проблемам и с позвоночником и так далее. Вот скажите, пожалуйста, как определить, что есть плоскостопие, как его выявить, как его лечить? Вот на эти и другие вопросы мы с вами постараемся сегодня ответить. Но это мой первый вопрос такой. Что такое плоскостопие? Спасибо большое, что пригласили в студию. Хотел бы сказать, начать с объяснения самого термина. Да. Вообще, плоскостопие, как бы оно и делится на плоская стопа. Поэтому сюда входит ряд деформаций нижних конечностей, в частности, стопы, которые именно приводят к уплощению продольного свода, поприречного свода стопы. И поэтому вот это и получается. Вот причины возникновения – это есть врожденная патология, это и приобретенная патология. То есть врожденная, приобретенная бывает? Да, факторы приобретенности – это могут быть как именно травматического генеза, это может быть заболевание нервно-мышечной системы, то есть паралитическое нарушение за счет того, что мышца не получает тот необходимый импульс для сокращения, для удержания свода стопы, выполняя свою функцию. То есть татика нарушается. Да, да, да. Помимо всего прочего, к врожденной патологии как раз таки именно и относятся истинная плоская стопа, а также плосковагусная стопа, где ребенок рождается. То есть особенно в частности врожденная плосковагусная стопа, она говорит о том, что возможно при мутиутробном развитии плода ножка, стопа, сама была фиксирована в неправильном положении, поэтому она рождается уже с такой патологией. Как правило, такая патология, она неонатологами сразу при рождении выявляется и дается рекомендации по выполнению после выписки обратиться к ортопеду по месту жительства. Данная патология, она по большому счету либо мягкое эластичное бинтование проводится, либо же этапное гипсование, которое немножко спокойно выводится в новом положении и все проходит бесследно. Если патология, которая истинная пяточно-варусная деформация, как называемые, в книжках литературе вы можете посмотреть, как стоп качели, то есть, где, скажем, там действительно серьезная патология, которая тоже требуется чуть ли не с раннего рождения, это этапное гипсование, гипсовыми повязками от кончиков пальцев до верхней трети бедра и поэтапно, в течение раз в неделю проводятся гипсовые перевязки, стопа выводится в норму положения и в дальнейшем она просто наблюдается ортопедами. В частности, детям, вот именно сама плоскостопие, она развивается начинается уже от детей. Наследственный фактор предрасполагающим действительно он является, потому что, если как бы при разговоре и беседе с родителями выясняется, что у бабушек, у дедушек, у родителей, возможно, данные патологии встречаются. То есть, опять генетика все-таки имеет роль? Ну, как нас учили, скажем, на уроке биологии, при хорошем генотипе на плохом фенотипе генотип не развивается полностью на 100%. И в то же время, когда нехороший генотип, но хороший фенотип, он тоже часто компенсируется, фенотипно компенсируется данная патология. В последнее время очень часто вот именно проблема массово начала встречаться у детей за счет синдрома дисплазии соединительной ткани. А что приводит к этому? Там происходит нарушение именно эластичности связочного аппарата, мышечных волокон. Нет, а сами причины какие? Это провисание, как бы неудержание, не выполнение до конца своей функции связочного аппарата. То есть, движения какие-то неправильно делаются? У них избыточная подвижность. Нет, дети активны, спокойны, все эти вещи, как бы они спокойно живут, отдыхают и, как бы, по большому счету проблем к родителям они в начальном этапе не приводят. Дело в том, что просто-напросто изначально то есть, именно связочный аппарат у детей настолько эластичный, что даже собственный вес он его не удерживает в нормальном положении. И именно поэтому происходит уплощение свода стопы. А как мы на самом деле известно, нам всем известно о том, что стопа выполняет, как правило, основные функции. Это ее опорная функция, балансировочная функция и редакционная функция. Это для того, чтобы именно сгладить различные ударные воздействия, которые примерно учеными доказали о том, что во время ходьбы нагрузка на стопу превышает в полтора раза вес своего тела человека. Вот принимают. В, казалось бы, небольшом участке нашего организма существует очень много суставов, костей, мышц. Поэтому все вместе в процессе роста ребенка это формируется. И учеными доказано, что стопа, по большому счету, она формируется с рождения до 5-6 летнего возраста. Здесь все дети, все новорожденные дети, они рождаются с абсолютной плоской стопой. Это норма, это нормальная ситуация. Но в процессе роста, развития ребенка, ребенок начинает вставать, подниматься, тянуться куда-то, ходить, приседать, ползать. И в этот момент Организм приспосабливает уже стопу. Именно это происходит тренировка таким образом всех мышц, которые развиты. К сожалению, именно природа существует таким образом, что идеальный вариант, когда стопа, опора идет по неровной, по шероховатой поверхности. Потому что сама по коже стопы там очень много потовых желез, нервных окончаний, которые приводят к тому, чтобы именно работала мелкая моторика мышц. Стопы. Современный мир, где плоский пол, ровный пол, приводит к тому, что у ребенка не возникает вот этих вот микроподвижностей, разностороннего развития мышечной ткани. Именно поэтому уже происходит так, что стопа возникает, не справляется, мышцы, которые необходимы, недоразвиваются, в силу мышечная недоразвивается. И это приводит к уплощению стопы, которые в дальнейшем уже по истечении там, ну, в начале там пубертата, значит, подросткового периода приводит уже к дальнейшим заболеваниям, которые, ну, необходимо в дальнейшем смотреть и наблюдать. Александр Александрович, ну, вот ребенок в пределах где-то одного года, да, примерно так, в таком возрасте он начинает ходить. Тогда получается, что нужно родителям? Вот какая симптоматика должна все-таки насторожить родителей, да, что вот у него начинается формироваться, начинает формироваться плоскостопие? Или вот какую обувь нужно носить? Или какие-то упражнения можешь делать? Вот какие-то советы такие вот? Большое спасибо за хороший вопрос. Но я хотел бы, как травматолог-ортопед, хотел бы начать с того, что государство очень много хорошего организовало в плане системы здравоохранения о том, чтобы своевременно и ранним явлением данной патологии. То есть дети, которые, как мы уже до этого говорили, рожденные с врожденной плоско-вальгостной стопой, они уже изначально неонатологи направляются в поликлинику. То есть вы говорите о диспансеризации, да? Да, так называемая диспансеризация детей. С месяца до трех ребенок в любом случае попадет к хирургу, к ортопеду, который как раз-таки уже не до года, а гораздо уже до года может дифференцировать и выявить какую-то серьезную костно-мышечную патологию. Помимо всего прочего, существуют именно предрасполагающие факторы из нервного нервологического формата, которые могут привести к паралитическому формированию стопы, которая уже к году, может быть, уже как-то скомпенсирована, не только скомпенсирована, но и устранена. Существуют очень такие заболевания, как вертикальный таран, где, скажем, там вообще необходимо, то есть там вплоть до 5-6-месячного возраста дети уже до года происходят оперативные лечения. Но вообще такая патология встречается достаточно редко, и поэтому дети до года, как правило, они не оперируются. Дети при самом их хождении, то есть о чем мы уже и начали говорить, что вот начнем с того, что я хотел бы обратить внимание родителей на то, что в наше время, в современном мире, очень широко развиты ходунки, прыгунки. Но вы поймите правильно, дети, они пока не научат, не появится сила в спине, в мышцах спины, сила в мышцах нижних конечностей ребенок не станет и начнет ходить. И то, что ребенок, если даже несмотря на то, что ему год, а он ползать не встает, это и не ходит, это не говорит о том, что там какая-то есть патология. Не надо торопиться. То есть надо просто смотреть, наблюдать, и если какие-то вопросы возникают, обратиться к врачу. Достаточно к участковому педиатру или к профильному ортопеду-травматологу. Так вот, касаясь ходунков, прыгунков, скажем, родителям очень удобно то, что ребенок, передвигаясь по территории, потому что он не любит ограниченное пространство, и он что-то новое всегда привлекает. Но в ходунках, прыгунках ребенок не упадет, не расшибет лоб. Да, это хорошо, но в то же время мы же не знаем о том, что ножки у ребенка устали, мышцы устали. Где гарантия того? Ребенок не говорит. Он не скажет об этом. И вот это уже патология, то, что вот ходунки-прыгунки, когда приводит к тому, что дети неправильно начинают работать мускулатуры мышц и ловить баланс. Опять же, если какие-то проблемы возникают, требует потребность в массажах. Детям до года делают общий массаж с элементами рефлекторной гимнастики. Там уже изначально работа на рефлексы, то есть учат именно правильно постановку стопы, чтобы именно подолчковый момент. И именно благодаря этому многие родители говорят о том, что да, дети начинают адекватно, хорошо ползать, активно подниматься, вставать. Еще раз говорю. То есть прям изменение сразу замечает. Сама предвода заложена, закладывая ребенка то, что он постепенно, поэтапно должен вертикализация происходить у ребенка, что способствует благоприятному и правильному развитию общего костно-мышечного скелета. В год, то есть, если ребенок уже в год, больше, неважно, как с первыми шажками, то есть, опять же, общая комплексная диспансеризация детей в год, которые проводятся, все специалистами осматриваются и дальше даются какие-либо рекомендации. И, как я еще сказал, уже сказал, что с года до 5-6 лет, ну, никого индивидуально получается, но 5-6 лет она, стопа, формируется. Опять же, в чем, как бы, вот фраза, некоторые родители говорят, вот, какая-то, там, если есть плоскостопие, якобы, или деформация нижних конечностей, что она, как бы, самопроизвольно устранится. Здесь немножко, как бы, я хотел бы обратить внимание родителей на то, что вот эта фраза израстания, оно говорит о чем? Должно говорить о том, что ребенок, скажем, он должен именно вести активный образ жизни. Он не должен сидеть, он должен постоянно двигаться, выходить на улицы, играть именно в активные игры, не важно, с мячиком, без мячиков, песочницы, стараться ходить босичком, чтобы именно мускулатура мышц работала, мелкая мускулатура рук. То, что вот как бы массажный коврик, который там используют родители, там, различные там в домашних условиях, они не проводят сам как таковой массаж, просто именно, это просто образно, собирательное понятие массажный коврик. На самом деле происходит именно там сокращение и мелкая работа ножек, пальчиков, стоп ребенка и работа определенной мускулатуры, которая приводит к дальнейшему нормальному формированию. Если ребенок, просто как бы, мы можем обратить внимание, что плоская стопа, как изначально, в год, они должны, дети все быть, с плоской стопой, потому что дети еще, как говорится, с рождения, они пока не пошла вертикализация, пока не пошла нагрузка на именно свод стопы, стопа плоская. И вот в дальнейшем ребенок потянулся, значит, на носочки куда-то тянется, вот это тоже для него, это гимнастика. Хорошие элементы такие, да. Поэтому здесь надо с детьми как бы именно ввести совместный развивающий образ жизни, здоровый образ жизни. Ведь понимаете, какая ситуация, что если, скажем, возраст у детей один, но вес, извините, некоторые дети приходят с избыточным весом. На жире, они уже тоже встречаются, да. Поэтому именно о чем, вот к этому и начинается, что нужно именно ловить баланс. И все индивидуально, да, Ребенок, когда растет, он растет, он в росте прибавляет. Он прибавляет и в силе мышц, и в группе мышц. Вы поймите правильно, что пока силы в нижней конечности не появятся, достаточные, при попытке прыгания он ноги, стопы не оторвет от пола. Как только у него мышцы, сила мышц хорошая стала, он отрывает. Прыжок совершается с отрывом стоп. Вы это можете обратить внимание, как бы, вот на... В своей жизни. вот если от детей немножко так отойдем, да, и вот во взрослом состоянии все-таки взрослых, может тоже развиться плоскостопие? И в каком возрасте? Вообще, как бы, изначально спорные вопросы. Родители очень часто начинают с того, что вот если наличие плоскостопия, который, скажем, проводит... Вот не было, не было, вдруг откуда-то появилось, да. Вот как бы мы выводим... Такое бывает? Конечно, потому что именно, опять же, пока человек растет, вся наша жизнь, она протекает с рождения, идет сначала к восходящей, потом достигаем до определенного плата. И вот эта плата, она потом в дальнейшем длится, и задача, как раз-таки, нас самих, именно уже взрослых, как можно это больше плата, продлить в течение своей жизни. Это удержать свое состояние здоровья. Здесь, как раз-таки, говорит о том, что увеличивается физическая активность. Опять же, то есть, вот самый большой враг это наша лень. И поэтому, как бы, даже в пожилом возрасте, то есть, как бы, именно когда суставы, мы становимся мало... Вот, когда мы дети, мы постоянно часто поднимаем руки. В пожилом возрасте, в возрасте, скажем, там, 30-40 лет, как часто мы руки поднимаем кверху. Мы обычно руки несем книзу, таская тяжести, совершая покупки, какие-либо там манипуляции, там, рабочие моменты, как бы, в плане работы. А вот именно поднимать руки кверху уже проблем. Ну, тактивные игры какие-то должны быть, какие-то занятия спортом, скультурой. Совершенно согласен. И вот эта плата помочь именно потому, что все равно сила мышц ослабевает, кровоснабжение ухудшается, потому что наша жизнь потихонечку идет уже на неспадающую. И вот эти вот ортопедические изделия, это как вот ортопедические стельки, активную жизнь, он продлевает эта плата и помогает как можно дольше провести активно, без болей, безболезненно всю свою оставшуюся жизнь. Сергей Александрович, ну, тогда давайте, раз уже заикнулись, да, вот ортопедические стельки, да, и ортопедическая обувь вообще, и вот фиксаторы, которые при плоскостопии там, да, используются тоже, по-моему, пластиковые, силиконовые, да, насколько часто это применяется, где приобретать эту обувь, к какому специалисту нужно идти, чтобы подобрать вот специально, для тебя индивидуально, чтобы это было? Ну, вот, скажем так, вообще плоскостопие, оно делится именно по степеням, то есть существует три степени плоскостопия, да, степени плоскостопия ставятся на основании рентгенологических признаков. Это мы уже к диагностике немножко подошли, да? Да, если к диагностике убрать. Но, скажем, скрининговое исследование, это вот плантограмма, то есть изготовление плантограмм, вот детей, как бы маленьких, можно сделать, делается плантограмма. Но самый простой это рентген все-таки, да? Сам простой. Нет, вот как раз таки, вот именно для чего, для скрининга, это плантограмма. Плантограмма. Можно просто банально, как бы, ну, раньше, то есть, добрали, допустим, стопу ребенка, раскатывали валиком его стопку. А, ну, абсолютно георазимый метод такой. Да, да, да. Это скрининг, метод исследования, самый дешевый, смотрим. И просто в процессе лечения, как бы там, в дальнейшей жизни, мы просто сделаем периодически вот эти слепочки и смотрим динамику развития. Уже можно достаточно. Но это предварительно все-таки такое, да? Рентген, он характерен больше для более старшего возраста. Ну, подростки. Да, ядра костенения уже сформируются, кости сформируются. Мы рентген делаем для того, детям маленького возраста, для того, чтобы определить именно тактику оперативного лечения, скажем так, при какой-то грубой костной патологии. Там уже более точный такой. Конечно. Именно поэтому как бы рентгологический метод и нужен. А здесь для лечения, для профилактики достаточно вот как раз скрининговое метод? Мы используем для плантограмм. Плантограмм, да. Которые плантографы, компьютеры, интервьюзуальные, кто это делает? Кто это делает? Ну, они, в принципе, существуют и в поликлиниках, и в ортопедических салонах они существуют. Можно подойти, посмотреть. То есть педиатр тоже владеет этой техникой, да? Педиатр тоже, да? Да. Хорошо. Вот. Поэтому вот львиную долю скринингов этого будет вполне достаточно, достаточно даже получается. Потому что даже когда стельки, если подбираются стельки, опять же, в плантограмме, то есть при наступлении использования стелек, опять же, мы видим, как именно разгружается свод стопы. То, что вы сказали, в взрослом возрасте используют дополнительных стелек ортопедических. Очень часто именно в возрасте, ну, как сказать, в возрастной сети, в возрастном периоде жизни идет именно не продольная плоскостопия, а поперечная плоскостопия. Два вида бывает. Продольная, поперечная. Вообще видов их много. То есть продольная, поперечная и комбинирование. Когда и продольная, и поперечная используется. Здесь и проблема возникает в том, что детям до 5-6 лет вы адекватно можете приобретать обувь, хорошую профилактическую обувь, где ребенок будет носить то, что вы ему даете. Когда дети уже школьного возраста, то есть, как бы, проблема возникает в том плане, что дети уже порой не хотят вот эту обувь носить. Они хотят вот эту, вот эту и вот эту. И которая самая опасная обувь, которая современная, это кеды, полукеды. То есть кроссовки, они более, скажем так, физиологичны. Особенно, опять же, кроссовки, они существуют для занятий спорта, которые, скажем, можно просто прогулочные кроссовки. Если для занятий баскетбола, кроссовки для обуви, для занятий бегом, там бегом по... Ну, их вот массу, 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 массу. Поэтому это тоже влияет на развитие стопы. Потому что стопа, опорная, дрессирующая функция, она не успевает вырабатывать свою. И не справляется. Поэтому происходит ее уплощение. Стельки. Ну, существуют профактические стельки. Стельки, как бы, да, они сделаны статистически, скажем так. Стельки сделаны для того, чтобы именно при вертикальном стоянии пяток, то есть там, как бы, существуют же, как бы, там, отклиния пяточные кости. Это называется плоского аргусного стопа. Где вот просто ортопедические стельки, они уже будут не так эффективны. Вообще, скажем так, носить стельки, вот купили, сразу надели, носить, как бы, их не рекомендуется. Вообще, идеальный, как бы, вариант, это когда вы стельки начинаете носить постепенно. Каждый день увеличивая на час. Купили, первый день стельки, час походили, нога отдыхает. Второй день уже два часа. Каждый день мы прибавляем по часу. Доходя до восьмичасового периода ношения, в дальнейшем нужны стельки с ней. Эта обувь со стельками снимается. И для того, чтобы ноги именно расслаблялись, мышцы работали. Иначе здесь возникает именно другая проблема, когда, скажем, стелька сама по себе, она не лечит. Она помогает держать пассивный свод стопы. И если мы постоянно будем в ней находиться, то, соответственно, мышцы, которые до этого удержали, ходят до какого-то формата, то есть они атрофируются, и возникает их еще большее усиление. Поэтому еще раз говорю, то есть, как бы, стельки нехорошо снимают болевой синдром. Они помогают именно профилактировать и удлинять период именно самого вот этого патологического процессора. Фиксаторы еще силиконовые межставочные. И вот если межпальцевые вставки, силиконовые межпальцевые вставки, то их очень хорошо используют при так называемых поперечном плоскостопе, это галюс-вальгус. Вот сама плоскостопе, плоская стопа, когда нарушается поперечный свод стопы, он уплощается. Тут ведь очень интересный момент, потому что у нас, значит, находится на стопе, но пропоперечной, там идут плюсневые кости. И вот головки плюсневые кости в виде арочки, они равномерно споделены, потому что между ними проходят межпальцевые нервы, которые в дальнейшем иннервируют пальчики. И в случае воплощения получается так, что вот эта сварочка свода, она уплощается. Косточки начинают, головки костей плюсневых начинают друг от друга тереться. Особенность это тесная обувь. И возникает так называемый именно метод торзологии, когда, скажем, именно боли возникают в головках плюсневых костей, при ходьбе, то есть, скажем, там, жейне. Плюс, как бы, очень часто по счету механического воздействия и раздражения межпальцевого нерва возникают невромы. То есть, когда на нервное окончание утолщается из-за того, что шинится, который в дальнейшем, опять же, вызывает болевой синдром. И здесь уже лечение только оперативное. Сергей Александрович, у нас очень много вопросов было. Телезрительность, да, такой, немножко деликатная такая тема, высокий каблук. Вот полезно, вредно, формирует это плоскостопие в дальнейшем, не формирует это, или вот женщинам повезло в этом плане, да? Вот что вы об этом скажете? Ну, поскольку у нас такая, скажем, общеобразовательная передача, давайте чисто к примеру, живому примеру. Вот если человек, скажем, весом 80 килограмм, босиком при нормальной, хорошей стопе стоит на обеих стопах, то у него распределяется, значит, где-то, получается, 35 на пятку давление, и, вине, 45 на пятку, 35 на передний свод стопы. Если у него каблучок приподнят, значит, 2 сантиметра, вот именно для 80-летнего, 80-килограммового человека, если каблучок 2-сантиметровый, то у него распределяется, идет нагрузка 80-килограммового человека, 40 на 40. Если же шпилька, как называемый, которая в каблуке выше, скажем, там, 4-5, 4-5 сантиметров, то, соответственно, получается нагрузка у человека развивается где-то, порядка, 60-75 килограммов на передний свод стопы, на переднюю первую плюсную кость, на передний отдел стопы, и где-то 15 килограммов по количеству опяток. И именно поэтому передний свод, протольный поперечный свод стопы, передний отдел стопы, он перегружается, и свод, так называемый, раздавливается. Вот она в чем проблема, пожалуйста, просто, казалось бы, равномерность поделения, как бы доказано учеными, это как бы, когда высота каблука где-то 2 сантиметра. В таком случае нагрузка с голеностопного сустава равномерно поделяется, вот я уже сказал, 40 на 40, на пяточную кость и на передний отдел стопы. Александр Александрович, ну вот в плане, значит, мы с вами про диагностику сказали, да, деликатные такие темы задели, да, тоже с вами. Вот теперь давайте по лечению, да, вот есть, я так понимаю, все-таки консервативное лечение, да, и есть оперативное. Как часто прибегают, ну вообще, в рамках немножко, хотя бы в двух словах, что является консервативным лечением, и все-таки, когда прибегают к оперативному, и что в него включается, и всегда ли необходимо все-таки оперативное лечение? Ну, вообще, действительно, любой патологии, любой проблемой ортопедической, как бы, существует два способа лечения. Это консервативное, и в случае неэффективности консервативного лечения приходят к оперативному лечению. То есть, в настоящий момент, как бы, консервативное лечение, здесь комплекс мероприятий. Здесь, как бы, и вот ношение с телем. Мы несколько уже обозначили. Да, вот ношение с телем, ортопедическая обувь, там, тейпирование, там, физиолечение, использование массажа. Массаж. Все это связано с тем, для того, обязательно, причем, на первом месте я бы даже больше всего назначил именно лечебный физкультурный комплекс. Почему? Потому что, еще раз говорю, то есть, нормальное воздействие, мы, работа мышечной ткани, оно приводит к тому, что улучшается кровоснабжение, иннервация, трофика и формирование самих костей. То есть, поэтому не разрушается дальше суставов. Поэтому обязательно надо делать, заниматься лечебно-физкультурным. Плюс физлечение, то есть, все остальное, как бы, оно направлено на то, чтобы снять себя болевого синдрома, снять себя телоочность, а это уйдет симптоматическое. Оперативный эксперимент лечения, здесь, как бы, опять же, все зависит от того, какая патология стопы происходит. Какая степень, да, и все прочее. Конечно, то есть, как бы, то есть, не все, скажем, для того, чтобы определить, ну, скажем, показания для оперативного лечения, это показывает, говорит именно сам врач, опережающий врач. Ну, когда уже воздействие идет на позвоночник и так далее, да, все-таки уже? Там даже еще, может быть, и даже еще до позвоночника еще могут быть такие боли, особенно, если женщины ходят, они перегружаются. Выраженный болевой синдром такой. Выраженный болевой синдром, вот так называемый, когда вот шишка на переднем отделе стопы, и у основания первого пальца появляется. Конечно, надо убирать. Молодкообразная информация, она мешает просто, даже эта деформация, она мешает именно даже в дальнейшем жизни в ношении, в обуви, подборе обуви. И именно это приводит уже к оперативному лечению. Здесь уже все индивидуально, опять же, решает оперирующий врач. По какому-то системе. Но для этого необходимо обратиться в больницу. Ну, муштизация четко определена, да, то есть проблем никаких в этом плане, да? Вот буквально на днях мы были с Алексеем Александровичем Кузиным в городе Санкт-Петербург на ежегодных турнировских чтениях. И я могу сказать о том, что все операции, которые делают в городе Санкт-Петербург, мы этим операциям владеем. И как в детской системе, так и в возрастной системе. То есть, как будто так что тут взрослым операции проводятся на базе Ульяновско-областного центра специализированных видов медицинской помощи. В Заволжском районе это на базе Центральной городской клинической больницы. То есть, просто нужно обратиться к нам, к врачам, и все? И остальное все уже отрабатывается? Достаточно просто обратиться в поликлинику, к хирургу, если в идеальный вариант, когда, конечно, к ортопеду. Если, как бы, ортопеда для травматолога там нет, то к хирургу. И в дальнейшем к консультанту, да, к специалистам, которые в дальнейшем поставят. Сергей Александрович, ну и по традиции уже в завершении программы нашей, какие-то добрые пожелания, но все-таки вот в разрезе профилактики плоскостопия тоже от травматолога ортопеда. Ну, скажем так, желаю всем, чтобы вести здоровый образ жизни, всегда общаться с семьей, быть всегда вместе, не просто дома находясь, но даже просто на улице, опять же, играть в активные игры. Именно в активные игры там. Посмотрите на улицу, как бы, вот, вышибалы. Мало кто играет. То есть замечательно. Ну, и папа, мама, я веселая семья, это залог успешного развития, потому что в дальнейшем, как бы, оно семью сближает и сплачивает. Поэтому всем желаю здоровья, счастья, любви. Спасибо большое, Сергей Александрович. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, счастья, успехов, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова